здравствуйте добро пожаловать на мой канал сегодня мы с вами будем готовить ванильный бисквит на кипятке это очень удачный бисквит все тортики практически я собираю на нем мне он очень нравится он очень воздушный нежный и мягкий я вас сегодня научу его готовить он легко готовится нам понадобятся яйца сахар ванильный сахар и щепотка соли обязательно с яйцами взбиваем далее мука разрыхлитель и растительное масло с кипятком кипяток я всегда беру вот прям кипяток горячий в принципе можно взять хорошо теплую водичку но главное чтобы это было горячим я яйца мы всегда взбиваем со щепоткой соли поэтому в яйца добавляем соль добавляем сахар и добавляем ванильный сахар далее мы будем взбивать я пользуюсь ручным миксером на данный момент буквально я в каждом видео об этом говорю что миксер у меня мощность 400 ватт в принципе все хорошо взбивают в очень пышную стабильную пену поэтому взбиваем яйца до увеличения в объеме в 2-3 раза чтобы ваша масса была очень белой очень пышно и рисунок от венчика ну хорошо держался это знает что у вас белки хорошей нужной консистенции далее мы будем смешивать и муку с разрыхлителем нужно предварительно разрыхлитель всыпать в муку и перемешать чтобы он хорошо распределился в муке далее будем добавлять к яичной смеси что хочу сказать я решила я очень много рецептов уже у себя на канале готовила с этим бисквитом но там всегда был бисквит начинка вот сборка декор или как то отдельно как-то не ум не очень может подробно об этом бисквите сказано в контексте какого-то рецепта общего поэтому я решила записать для вас именно рецепт по приготовлению этого бисквита он таки будет у меня называться на канале бисквит на кипятке чтобы вам было легче его найти и вы всегда могли держать этот рецепт у себя под рукой потому что повторюсь рецепт очень удачный бисквит нереально мягкий всегда получается вы увидите что я залила тесто в одну форму она все пропеклось все получилось бисквит очень нежный очень хорошие единственное правило обязательно хорошо взбивайте белки белки с желтками яйца то есть яичная масса у вас должна быть сбита очень очень хорошо также чтобы не осадить ваши взбитые яйца и сахар обязательно вы должны муку вмешивать в два-три приема вот я сейчас видео ускорила его может показаться что я сильно быстро мешая лопаточка я это ускорила повторюсь муку вводим два-три приема очень нежно и очень аккуратно вымешиваем складывающимися движениями чтобы вся мука у вас была хорошо вымешана уделите пожалуйста этому должное внимание чтобы не было у вас комков не размешанные муки потом уже в готовом бисквите далее мы берем пиалочку добавляем растительное масло и добавляем кипяток это очень важный момент в приготовлении данного бисквита теперь в эту масляную смесь мы добавляем одну лопаточку самого теста здесь вам аккуратность соблюдать не нужно просто берете и хорошо соединяете вот чуть-чуть тесто и вот этой жирной смеси вашей водичка с растительным маслом вам нужно вот это все хорошо хорошо разбил разболтать и добиться такой однородной консистенции жидковатой но однородной консистенции чтобы у вас масло отдельно не плавало такой неприятной ложицы это нужно для того чтобы вот вот сейчас вы прям вливаете вот эту масляную смесь в тесто и у вас масляная смесь сейчас буквально за там три-четыре вот промеса лопаточка аккуратных промеса лопаточка у вас вся эта смесь прекрасно соединится с вашим легким нежным и воздушным тестом если бы вы растительное масло с кипятком сразу бы влили в тесто у вас бы масло моментально ушло на дно и вы бы очень долго пытались бы его размешать и добиться однородности в тесте это бы осадила ваш бисквит то есть мы вот берем пиалочку туда растительное масло кипяточек лопаточка тесто все хорошо вымешиваем и потом уже только добавляем в тесто вы видите мне много многих трудов это не составило я буквально в несколько таких промеса в лопаточкой все соединила у меня тесто не потеряла свою воздушность она у меня очень такой однородная хорошая структура и воздушность прекрасно сохранилась далее мы и тесто высыпаем форму высыпаем и тесто в одну форму форма у меня 16 сантиметров диаметром я дальше на основе этого бисквита буду готовить тортик клубничный поцелуй видео ссылочку на видео оставлю вверху поэтому мы вот тесто все высыпаем в форму 16 сантиметров диаметр и 10 высота и будем выпекать при температуре 165 175 градусов до сухой зубочистки режим вверх вниз и обязательно проверяйте готовность и учитывайте функции своей духовке то есть кому-то может понадобиться больше для выпечки времени кому-то меньше может понадобиться времени обязательно то есть первые там 20-30 минут духовочку не открываете дальше следите и проверяйте зубочисткой бисквит очень хорошо пропекается очень воздушный и очень нежный поэтому я уверена у вас все все получится главное хорошо взбить яйца и правильно ввести муку и масляную смесь я бисквит испекла у меня шпажка сухая опять же повторюсь духовка у меня такая казена поэтому чуть-чуть верхушечка подгорает сама духовка маленькая форма высокая я вот эту чуть-чуть подгоревшую корочку срежу абсолютно не проблемам можно было накрыть фольгой чтобы не подгорало но для меня это не принципиально бисквит получился очень нежным воздушным очень высоким вот практически на всю высоту ладони поэтому я вот чуть-чуть верхушечку срежем вот я сейчас беру его в руки и он у меня вот прям такой нежный нежный весь воздушный тем вот я вам хочу замерить какая его высота высота у него вот почти 10 сантиметров то есть он прекрасно поднялся у меня в форме прекрасно пропекся не особо его сейчас крутить не буду ему нужно отлежаться то есть я его достала из формы и переворачиваю на решетку верхом вниз и вот так вот он у меня остывает бисквитик у меня чуть-чуть подостынет и я заверну его в пищевую пленку если же вам нужно использовать бисквит в этот же день вам будет просто достаточно чтобы он вот от остыл на решетке и вы можете уже с ним работать но повторюсь бисквит будет намного лучше резаться когда он отлежится в пищевой пленки в холодильнике ну там ночью это идеальный вариант если нету такой возможности ну используйте свежий бисквит просто дайте ему отлежаться верхом вниз вот на решетке чтобы он хорошо остыл я свой бисквитик буду использовать завтра соответственно в на следующий день после выпечки я его заматываю в пищевую пленочку и отправляю в холодильник на ночь бисквит повторюсь очень удачный он прекрасно сочетается и с масляным кремом и с крем чизом и с заварными кремами очень вкусно и с карамелью и с ягодными начинками поэтому я вам даю базу вы уже на основе этой базы можете абсолютно фантазировать экспериментировать вот то что вам нравится добавлять и фрукты те прослойки пробуйте бисквит у меня отлежался он прекрасно держит форму он очень стабильный он пружинит он сочный мягкий он сохранил за в себе всю влагу поэтому сейчас вот на второй день с ним работать одно удовольствие я срезаю вот эту чуть-чуть подгоревшую корочку она нам абсолютно не нужно и высоты бисквита у нас прекрасно хватает поэтому мы тут в данном случае не экономим начинка у тортика у меня будет клубничный поцелуй крем чиз клубничный мусс и клубничные конфи поэтому обязательно ссылочка будет вверху не пропустите мое видео там и декор покажу такой нежный тортик для девушки будет поэтому я надеюсь вам понравится и вы возьмете для себя много полезного такой бисквит я также пробовала замораживать абсолютно прекрасно он замораживается прекрасно размораживается никаких проблем с ним нету то есть вывод его испекли завернули в пленку хорошо герметично завернули и отправляете в морозильную камеру далее когда вам нужен будет бисквит а вы его достаете оставляете в холодильнике он уже там себе размораживается опять же в пленочке и когда он вот полностью будет мягкие вы его достаете снимаете пленочку и уже работаете абсолютно никакого запаха никаких посторонних там каких-то моментов в этом бисквите не происходит очень прекрасно он себя ведет после заморозки проверено вы видите я разрезала свой бисквите буду уже собирать тортик прекрасные стабильные коржи прекрасно держат форму не крошатся после ночи в холодильнике очень удачный рецепт пользуйтесь бисквит на кипятке очень удачный и любимый для меня бисквит любимый рецепт подписывайтесь на мой канал ставьте пальчики вверх обязательно пишите комментарии буду вам советовать будем разбирать ваши ошибки или будем вместе радоваться вашим удачам и вашим успехам